Туристическая отрасль Чувашии пополнится новыми проектами. Некоторые готовы к воплощению хоть завтра. Их авторы ждут только финансовой поддержки. Регион в ближайшие годы просто необходимо сделать привлекательным для гостей. Сегодня об этом говорили участники круглого стола по развитию туризма. Туристический потенциал у республики огромный. Почти в каждом районе есть места потрясающие по своей красоте. Что показать приезжим уже давно не вопрос. Государева гора в Мариинском посаде, красоты за Волжье, православной АллатРе. Гостям здесь рады всегда и они сюда стремятся попасть. Но расти региону еще есть куда. Туристическая отрасль открыта для новых проектов. Главное, чтобы они появлялись. Власти региона готовы поддерживать интересные начинания. В Чувашию туристы ездят реже, чем Москву и Санкт-Петербург. Но и республика готовы заманить свои края. Десятки тысяч гостей. Привлекать необходимо только национальным колоритом, заметили участники круглого стола. Так и делается. Вот один из примеров. Столичный Арбат в прошлом году превратили в настоящую выставочную площадь. И никто отсюда не уходит с пустыми руками. Скоро изменится облик и столичного парка 500-летия. Проект по его развитию уже был согласован на федеральном уровне. Сейчас республика рассчитывает получить средства из бюджета. Планы развития этой территории грандиозные. Здесь должен появиться настоящий Кремль, развлекательные комплексы и даже аквапарк. Цена проекта более 7 миллиардов рублей. Реализация данного проекта, она, как я уже сказал, потянет за собой все смежные отрасли. Это и гостиничное хозяйство, и торговлю, транспортные услуги. Конечно же, заставит нас повышать качество услуг, вывести их на современный уровень. К тому же надо отметить, что данный проект уже давно у нас разработанным проектом по Чувашии и Сердце Волги. Развивать новые туристические проекты можно и в рамках двух юбилейных дат. В ближайшие годы просто необходимо реконструировать здания административных учреждений. МЧС, ФСБ, арбитражный суд. Средства на это выделит федерация. В 2013 году более привлекательнее станет и за Волжья. Левый берег Волги должны газифицировать. Для инвесторов, которые готовы вкладываться в туристическую сферу, готовы предоставлять земли. Недавно из лесного фонда удалось перевезти в собственность Чебоксар более 600 гектаров. У нас появилась возможность без большой балакиты, когда участки будем формировать, будем выставлять их на торги. Согласно закона, соблюдая лесное законодательство, земельное законодательство. И практически представлять будем эти участки, городские власти сейчас обрабатывают. Все остальные решения приняты для того, чтобы кто-то мог построить новый санаторий. Ставку необходимо сделать и на водный туризм. Скоро вступят в силу новые правила передвижения по Волге. Добраться сюда из Европы будет возможно без оформления визы. Регионы на это рассчитывают. Великая Русская река привлечет большое количество иностранных гостей. Для них нужно создавать подобающие условия и, конечно же, свои фирменные бренды. Но желательно подумать и о более приземленном. К примеру, как умерят цены на пассажирские перевозки, по воздуху и железной дороге. Пока билеты в Чувашии стоят дороже, чем у наших соседей. Единственная возможность – субсидировать поездки. Я бы просил, я, естественно, подготовил соответствующее обращение на имя профильного министра. А также хотел бы просить, конечно, и поддержки, и вашей поддержки, уважаемый Михаил Васильевич, в части как уменьшения стоимости железнодорожных и авиаперевозок, а также и по необходимости изменения и режима перелетов. Почему? Я не говорю про Татарстан, где несколько различных рейсов, как в Москву, так и обратно. А, допустим, Ишкар-Ала утром вылет в 7 утра, вылет из Москвы в 8 часов вечера. Там, с учетом того, что у нас называется фирменный поезд, только за счет этого, там удержания почти 30%, да? Хотя там от фирменного поезда почти ничего не осталось. Но там, может быть, нет необходимости удерживать фирменный поезд. А там то, что там по стоимости перелетов, я сказал, посчитайте потом, и Олег Александрович нам дадят, и потом публично надо срабатывать фирменный поезд, там публично. И, да, я срабатываю, что-то готовьте. От таких мер ожидают отдачи. Туристическая отрасль важна для российской экономики. Но пока статистика говорит о том, что чужие берега для русских милее. В прошлом году за границу на отдых выехали более 12 миллионов человек. Посмотреть на наши края пожелали около 2 миллионов гостей. Эту разницу необходимо сократить в разы. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.